Продолжение следует... 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 поэтому я выберу вот этот сюжет будет сильно легко всегда можно сложность увеличить так обучение включить да конечно давайте хер его знает симуляция решений принтер ведьмаке 2 ведьмак 2 я не проходил его нормально конягу разрубили что мне нравится ведьмаке так здесь русскоязычный перевод субтитры русские и озвучка русская что потому что здесь текста до хрена а как то вот читать текст одновременно проходить ну просто не всегда удобно песок вот я это врубил на полную катушку звук не чтобы маленечко убавить и у меня орёт и я что думаю что думаю шума голоса было не слышно сказать все все нормально там со звуком долгая такая заставочка я думаю вы же догадались кто за этих двоих геральт что это за деваха наверно вы тоже уже поняли ну вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколопендра какая-то ползет... Продолжение следует... 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 Так, подожди, на какую кнопку бег-то? Или он ещё недоступен? Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъём, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписку. Изгули её, Альбур. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый лёгкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просит. Не сердись на неё. Как тут не сердиться? Эта сопля всё должна сделать по-своему. За это ты её и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне её и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придётся это понять. Увидимся внизу. Держи. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемер говорил. Беспособная учительница. Не слишком послушная, зато способна. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Вот ты меня задачил-то. Ну, хер с тобой, давай сразу к спаррингу. Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторений. Я думаю, навтыкаю тебе. Громкость, громкость изменилась. Или я убавил у себя. Я думаю, что ты будешь до сих пор. Хорошо. 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 но смелее геральт давай давай а Все в порядке? Кошмар приснился. Почем? Долго рассказывать. Наря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Кайар Морхене. Я грелся в баде, а рядом была... Крис? Енифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как на ее. Мы найдем ее. Потом я пошел за цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я пошел. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на цири. А я не мог двинуться. Стоял как столб. Это только сон. Сейчас рассветет. Пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Елены. Может, ты упустил что-нибудь. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в вербицах. Только их спалили до тла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного. И дай мне письмо. Пахнет сиренью и крыжобником. Пахнет сиренью и крыжобником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее в вербице увызимой. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Это лично. Очень лично. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Ох, диалогов тут будет куча. Как на континентах, так и на островах. Скелли держись обычно суровая, тяжелая и короткая. Землю опустошает война. Также, кому удалось уцелить, нередко становится добычей бесчисленных чудовищ, обитающих вокруг любой деревни или города. Над головой чудовищ появляется шкала здоровья серебряного цвета. Это означает, что с таким противником следует драться с серебряным мечом. Окей. Ну, на этом уровне сложности. Это, в принципе, что не драться. Это где уровень там какой-то смертельный. Я пробовал на нем играть. Они с двух тычков тебя кладут. Очки адреналина. Нанося удары противнику, вы получаете очки адреналина. Вы можете получить некоторые умения, которые позволяют проводить специальные атаки расхода очки адреналина. Вне боя число очков адреналина начинает постепенно снижаться. Чтобы восстануть здоровья, съешьте что-либо. Короче, я это, это. Съешьте. Получено 250 очков опыта. Подсказки эти читать. Так, что тут шутье. Что мне тут шутье показывает? Надо же вас всех раздербанить. Я что вас тут зря убивал? К лошадке подойти. Я рассказывал. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А, а он знал, что живых они, тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернуть. Кто тут наши? Королевство Север. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кейдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить. Такой шут не хочется. Идем? На помощь! Помогите! 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 Улетел? Да, вылезай. О, боги, я ж едва не кончил, так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Идят живьем по кусочку. Вы, вам надо думать, вознаграждение полагается. Пара крон всегда пригодится. Ох, ваш нато у меня простудил. Сперва не львгарцы товары рекоментировали, а теперь вот это. Возьмите. Как там вслед? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затопнут. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую же? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более, тебе рано нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. В бестиарии. Так, а где ты там тогда? О, сейчас тут, подожди. Давай, короче, тут все подсказки он показывает. Чего, кого я. Промотаем по-быстрому. Задание у меня, персонажи. Медитация. Чудесно. А вот бестиарий. Грифон. Так, ну да, полуорел был полукот. Совсем не как у дворян на гербе. Только в когтях не скипетр. А коровье стерво. А, тело. Ну, стерво это тело переводится. Анонимный свидетель нападения Грифона. Когда-то Грифоны жили только высоко в горах, где охотились на сустриков и горных коз. Но однажды они поняли, что на населенных людьми равнинах найти себе пропитание гораздо проще. Неважно, корову, овцу или пастуха, это чудовище, соединяющее в себе черты орла и дикого кота. Буквально за несколько лет стало одним из самых ужасных бестий северных королевств. Однако дурной славы пользуются королевские Грифоны и архи Грифоны. Так, ну, понятно. Так, а что тут труп поеды, да, гуль? Ходят гули у дороги, съели руки, съели ноги. Скоро им жертв не хватит. Так что ты смотри, приятель. Детская считалка. Гули и гравейров нелегко описать. С одной стороны, они напоминают человека, но с другой, они полная его противоположность. Хотя руки и ноги у них, за исключением ступней и ладони, человеческие. Хотя ходят они на четвергах, подобно собакам или барсукам. Лица у них, как у обычных мужчин. Однако, не стоит искать в них следа хоть каких-то чувств разума и хотя бы искру сознания. И медвежит только одно неутомимая жажда свежего человеческого мяса. Ладно. Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. Черт, шифт несколько раз нажал. Надо будет отключить в настройках эту функцию. Из-за войны, вовсюду трубы, запах крови, параметной плоти. Иногда это сводит чудо-вечь с ума. Людей тоже. В белом саду надо быть поосторонней. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Точно-точно. Тимири, дед, а Нильгар. 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 Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих венчуг. Да ничего. Мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Гарш, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Ну ладно, про несчастье. Чем могу услужить? Вот почему. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из вербиц. И, знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо собьется, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия четко с ней ходит. А господина, кажется, повесил. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли. Только не задаром. Покажи, что у тебя есть. Так, а что у меня-то есть? Я это понимаю, не могу продать. Так, это что такое? Волчий час, эликсир какой-то. То есть нечего мне продать. А женя, я не буду лаживать. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше к миру вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания управлять. Так, надо мне еще чувствительность мышки. Так, 0.2. Ну-ка, давай вот 0.15 поставим. О, вот это нормально. О, а что? Я кое-кого ищу. А мы покои ищем. Отойди, приблуда. Походу у нас пиво в кружках нескисло. Живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летело, что родоборы в канаву спихнуло. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьма Кумики разум отняла. А у тебя язык от нему, если не заткнешься. А? В игре четыре прахс. Чего? Прахс. Пустая трата времени. Скорее, земля станет вращаться вокруг солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь, Людмила? Почему нет? Альдер Гея, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Риви, ведьма. Не заслужен. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина. Такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересует факт, а не легенда. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны. Ровно наоборот. Я еду на фрону. Ты жизнь не мила. Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нигарда собственными глазами. Понять ее и описать. Это будет мой обус магнум. «Может, хоть кто-то наконец запишет войну такой, какая она есть, без вымышленных речей и героических генералов. напишет про насилие и бессмысловую жестокость?» Видно, как не хватает тебя академического стиля. Насилие и жестокость это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий колорит. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильгар, с другой Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих моделей. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены и которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьма. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в Гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Нет, меня ждут другие дела. Жаль. Я бы сыграл с места. Но они и до 10 не сосчитают. Да и правил понять не могут. Но ничего. Возвращайся, если передумаешь. Вернулся, если передумаю. я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Твоя шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выбьем. Давай лучше где-то. Ты ее видел? Я не Ферр из Венгерберга. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты знаешь Венгерберга? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой окази прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Ты видел Елика? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви. Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Ха-ха-ха. Потому что не появился, мне и в голову не приходило, что это есть уже. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Люди с большака должны держаться вместе. Может когда-нибудь я окажусь в виде, а ты будешь поблизости. Что, он исчез, что ли, прям? Так, спросите у Нильфгардцев и Янифер как школяр школяр Ну что, выпил? О, девчонки. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Может еще кого на помощь позовете, а то вдруг втроем не справитесь. Че? Да я б тебя один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет, тогда тоже нет. Чеслав, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. Вот и все, да? Вырубили. сверчков. Не хочу я на лошади гонять. Не нравится мне бегать, ездить на лошади. Бегом. Че вы тут сидите? А че ты сидишь на земле? Да ничего, просто подошел, думал, может че скажешь мне. Ну молодец. так, это и ой да ну нахер сваливаем геральт еще до квали хотя у меня нубский уровень может быть и от пищи и так как только вот хилится блять может отметили мудилу забыл что здесь уворачиваться можно вот сука блять я думал я тебя уже прикончил пиздец что за херня то я думал все умотал ее падла сейчас я тебя отметелю расслабился просто думал уже умотал ее ах ты ж это ж отсюда во что ли и пицца сердце переслала под люка так ну ка подожди а мне ой так какой тут у нас телекимический удар оказывает ли они на разум урон огнем вот магическая ловушка пригодится да я это уже слышал надо же было так не ну так то у нас разница то в уровнях я первого уровня там призрак седьмого зато лёгкость блять ни о чем ская так подожди стой а тут же с пятка можно о да на и в пятку можно сохраняться да это место силы и 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 ну что-то первый бой был это повеселее повеселее намного гибать у меня уже хилок не осталось отворот-поворот и отскок 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 отходим 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 еще ты прям то что ты такой бессмертный что ли падла как тебя убить то чё за херня то я просто физически тебя не могу убить том что ты разница в уровнях у нас такая или что просто подожди ну а чё за херня то так бестиарий стоп давай-ка мы так да эликсир и все отвали мне нужно бестиарий а я смогу сейчас про призрака прочитать нет я не смогу убил опять ну я не могу его почему-то одолеть то есть у него хп в ноль уже ушло и но я его убить не могу по какой-то причине и дать уровень или что поэтому я тогда я не буду его трогать подходить туда муж его подожди муж его надо было квэн огнем его надо было сжечь или чё а как у меня этот настроен так выбор медитация к игре наносит как он настроен то на какую кнопку у меня стой подожди настройка раскладка вот зачем привязки клавиш так ускорится взаимодействие быстро так вид матча чутью наложить знак а на кью вот она она ладно я не буду с ним время я с я сюда еще вернусь ну там на второй уровне например допустим я вернусь и посмотрим как вообще у нас дела пойдут лошадь стоит солдаты нильгардские сокровища под охраной я хоть смогу волков-то одолеть интересно или нет или тоже вас убить не смогу но а это варг да волк то еще нормально а варга вот сложнее убивать сокровища были под охраной из-за чего я бился то хоть за пыль какую-то рубиновую да еще за счету там все насколько я знаю вы взрываться должны да точно надо было волков подзорвать нахер да точно точно хай хер за я это военные лаги местным под только по разрешению командира гарнизона я похож на местного ты похож на того кто ищет неприятности наоборот я от них избавляю я ведьмак капитан петер царь бинлеве сейчас башни за воротами направо не такие уж вы черные страшные когда хотите умеете быть верным не привыкать нордлин башни башни стою кто кто был стой чехом хрюму глядь по-русски ты можешь а вы там на своем каком-то базарить и так с командиром пароль не знаю никакого пароля и значит вы здесь просто так ходите интересно зачем имперские мечи считать в армии таких на эшафот отправлять а таких которые торгуют казенным имуществом вижу в товарах вы понимаете так может что прикупите покажи мне свой товар чуть тут есть нихрена да нету продавать я тебе пока ничего не собираюсь факел только и это да как-то настроение в лагере думаете победа уже ваша значит все-таки шпион или провоката мне просто любопытно но так вот можете передать всем любопытствующим что войну мы выигрываем и это по той причине что родовид больной на голову о чем и так все знают а у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте а кстати а че то там так зато турил то там ничего не хочу тебя купать иди нахер то блин медленно так сколько деревня даст зерна сколько скажете ваше превосходительство посмотри на мою мазу ли видишь какое я тебе ваше превосходительство крестьянин я так и давай говорить как мужик сколько сможете дать сорок корцов было и больше только наши то есть темерцы раньше уже забрали и дадите тридцать уже хорошо ну по рукам скоро жду транспорт благодарю покорнейше благодарю кроме старосты я вызывал только кузнеца вилле краснолюга и для него высоковато по логике тебе не откажешь геральт из ривии ведьмак бакер понятно почему я не слышал шагов чего надо я нефер из венгерберга куда она поехала это военная тайна свеча не выставил дверь и позвал караул значит у тебя есть предложение тут в окрестностях завелся грифон ну и тогда посмотрим что можно сделать по рукам но прежде чем я начну пара вопросов ты знаешь где у грифона логово с он держался возле лисьего бора я послал туда патруль и 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 от и живет на распутье она тебе поможет мне нужно больше сведений об этой твари какого она пола почему бросила логово может тебе очевидцев привести они скажут не больше того что я уже знаю надо осмотреть место где погибли твои люди как звали охотника который нашел мыслов его хата к югу от деревни самого леса стран мира и мыслов спасибо удачная охота так вы можете за этого так ну сегодня тогда все продолжим мы уже тогда в следующем выпуске с грифоном разберемся узнаем куда енифер свалила вот а сейчас мы будем заканчивать в общем ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и до новых встреч